Решением Волгодонской городской думы номер 74 от 19 июля 2012 года введены новые правила и нормы размещения торговых павильонов. Документ содержит большое количество поправок и разъяснений к существующим требованиям и более полно регламентирует вопросы, связанные с размещением мест торговли. Документ достаточно объемный, в нем масса новых понятий, декларируется все от разницы между киосском и павильоном до бахтевых развалов, установки оборудования на улице. Согласно новым правилам, все участки, на которых будет осуществляться торговля, должны быть перемежеваны. Дополнительно вводится ряд ограничений. Теперь расположение торговых точек недопустимо на газонах, в арковых проездах и на парковочных площадках. Собственникам действующих павильонов при условии добросовестной работы опасаться нечего. Добросовестные, так сказать, арендаторы, добросовестные предприниматели, у кого нет нареканий на текущий момент, будут продолжать работать на тех же условиях. Новые правила вводят такое понятие, как целевое использование торговых точек, которые делятся на категории торговля, общественное питание, бытовые услуги и офисные помещения. Такое деление необходимо для более четкого регулирования норм в области торговли и оказания услуг. Новый порядок размещения торговых точек регламентирует и актуальные вопросы, связанные с сезонной торговлей. Места для так называемой торговли с пола теперь четко обозначены и должны отвечать необходимым стандартам и требованиям. Предприниматели, осуществляющие свою деятельность на законных основаниях, положительно оценивают новые нормы. Мы добились это на 4 года 10 месяцев, те павильоны, которые в настоящее время стоят, с ними будет перезаключен договор аренды. Они пройдут межевание и договор аренды будет на 4 года 10 месяцев, дабы дать возможность отработать, привести в состояние нормальное и так далее. Продлить действие договора аренды смогут не все. Если предприниматель привлекался два раза в течение года к административной ответственности за нарушение санитарного состояния, имеет превышение параметров павильона или задолженность по арендным платежам, в продлении долгосрочного договора ему будет отказано. Предпринимателям нужно не ждать ни завтрашнего дня, закончился договор аренды, не закончился. Бегом руки в ноги, как говорится, и оформлять, и преодолевать эти вопросы. Новые правила, вызвавшие множество слухов и споров, не только не помешают работе добросовестных предпринимателей, но и урегулируют появление новых торговых мест, что, несомненно, положительно скажется на качестве товаров и обслуживания. Артем Пупков, Андрей Томинов, События бизнес-среда.